Здравствуйте, коллеги! Вы решили заняться созданием личностно развивающей образовательной среды совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Из основ проектирования мы знаем, что для планирования любых изменений необходимо проанализировать наше текущее состояние. В этом проекте предлагается очень подробная, наглядная и понятная методика, разработанная Витольдом Альбертовичем Ясминым. Она предполагает количественную оценку 12 параметров школьной среды, с которыми подробно вы можете познакомиться в книге «Школьная среда как предмет измерения. Экспертиза, проектирование, управление». Мы перенесли предложенную методику в связанный аналитический комплекс на базе понятных всем в использовании Google Form и таблиц. Сейчас я расскажу, из чего он состоит и как им пользоваться. На первоначальном этапе у нас есть сам опросник в Google Form и шаблон для обработки в Google Таблицах. Работа начинается с того, что мы отправляем ссылку на Google Form всем, кого решили включить в исследование. Форма настроена для ответов ученика, родителя, учителя и любых других людей, сопричастных к вашей организации. После того, как все пройдут опрос, нам нужно получить его результаты в табличном виде. Для этого переходим в меню «Ответы» нашего опросника, нажимаем кнопку «Сохранение ответов в табличном виде». После этого открываем полученные результаты и шаблон для их обработки. Копируем весь лист с ответами в лист 1 шаблона. В нашем файле шаблоне есть 4 дополнительных листа «Ученик», «Родитель», «Учитель» и «Графики». О каждом из них я сейчас расскажу. В таком виде данный файл предназначен для обработки не более 180 записей родителей, учеников или учителей. Это надо учитывать при копировании ответов. Что делать, если у вас получилась большая выборка по некоторым категориям? Я расскажу позже. После копирования листа с ответами на вкладках «Ученик», «Родитель» и «Учитель» автоматически появляются необработанные данные по каждой из этих категорий. Так как в каждой образовательной организации количество ответов может быть разным, необходимо заполнить конкретные диапазоны для анализа. Для этого переходим на лист «Ученик». Смотрим, что у нас оказалось 15 ответов. Переставляем курсор в ячейку B202. Сочетанием клавиш Shift плюс пробел выделяем строку, в которую записаны формулы обработки текстовых значений. Переходим в конец области выделения и копируем формулы на 14 строк вниз. После этого переходим на ячейку G391. Слева видим список классов, ученики из которых ответили на анкету. Он появляется автоматически по вашим данным, определением уникальных значений в ответах на вопрос «Вы ученик какой параллели?». Видим, что у нас ученики из шести классов, значит, надо скопировать формулы на 5 строк вниз. Сочетанием клавиш Shift плюс пробел выделяем строку, в которую записаны формулы обработки текстовых значений. Переходим в конец области выделения и копируем формулы на 5 строк вниз. После этого таблица в диапазоне А400М407 автоматически подсчитывает интересующие нас данные по каждому классу. Затем мы переходим на лист с учителями. Видим, что у учителей ответило 38 человек. Переставляем курсор в ячейку B202. Сочетанием клавиши Shift плюс пробел выделяем строку, в которую записаны формулы обработки текстовых значений. И переходим в конец области выделения и копируем формулы на 37 строк вниз. После этого переходим на ячейку G391. Слева видим список методических объединений, учителя из которых ответили на анкету. Он тоже определяется автоматически по уникальным значениям в ответах на вопрос «Укажите ваш предмет, предметное объединение». Видим, что у нас 6 методических объединений. Значит, надо скопировать формулы на 5 строк вниз. Сочетанием клавиш Shift плюс пробел выделяем строку, в которую записаны формулы обработки текстовых значений. Переходим в конец области выделения и копируем формулы на 5 строк вниз. После этого таблица в диапазоне А400, М407 автоматически подсчитывает интересующие нас данные по каждому методическому объединению. Теперь переходим на лист «Родитель» и проделываем аналогичные процедуры. Смотрим, сколько родителей ответило. У нас это 31 человек. Переходим в ячейку B202, выделяем диапазон данных с формулами и копируем его на 30 строк вниз. Основную подготовительную работу мы проделали. Самое время перейти во вкладку «С графиками». Там уже готов общий график с усредненными значениями по ученикам, родителям и учителям. При желании можно отдельно вынести администрацию на этот график. Далее график, который может быть самым полезным при анализе. Это показатели школьной среды в разрезе методических объединений. Об этом подробнее рассказывается в следующем видео. Ниже идут отдельные графики по усредненным данным родителей, учителей и учеников. И график с разделением учеников по параллелям. Эти графики можно настраивать на ваш вкус, изменять, делиться ими, скачивать в любых форматах, но главное сделать из них правильные выводы. Как я говорил в начале, если у вас более 200 ответивших, то нужно внести дополнительные изменения в таблицу. Предположим, что в большой школе заполнили анкету 400 родителей. Тогда, до копирования данных из таблицы с ответами в шаблон для анализа, нужно перейти на лист родителей и переместить формулы, которые обрабатывают результаты анкетирования, на 200 строк ниже. Для этого переходим в ячейку А200, выделяем ее и следующую ячейку, нажимаем Shift плюс пробел. Так мы выделили необходимые формулы и перемещаем их на 200 строк ниже. Теперь нам надо перенести формулы из строк с 400 по 404 на 400 позиций ниже. Уже знакомым нам способом делаем это. Осталось заменить диапазон подсчета в строке среднее значение. Выделяем строку с формулами и делаем это через замену значений в меню «Найти и заменить» сочетание клавиш Ctrl-H. Так как это формулы, то ставим галочку в поле «Поиск по формулам» и меняем значение по вашим данным. Осталось скопировать формулы обработки данных из 400 теперь строки на нужное количество по вашим данным. Подробнее эти операции прописаны в инструкции по использованию данного инструмента. Теперь самое время перейти к более приятному процессу анализа полученных результатов. Об этом мы подробнее говорим в следующем обучающем блоке.